Москва, 26 июня, РИА Новости Глава президентского совета по правам человека, СПЧ, Михаил Федотов заявил, что всю информацию о состоянии находящегося в колонии на Ямале украинского режиссера Олега Синцова, которую удается получить из ФСИН, он сообщает уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Ранее Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Синцова, голодовка которого в колонии длится уже более месяца. Она написала в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Синцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ. У нас с украинским омбудсменом очень активная переписка уже давно существует. Всю информацию, которую мне удается получить из Федеральной службы исполнения наказаний в отношении состояния здоровья Олега Синцова, я немедленно сообщаю Денисовой, сказал Федотов. При новости, он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем в порядке, согласованном с российской коллегой Татьяной Москальковой. Денисова посетит колонию 8 в Лабытнанге и Малоненецкого автономного округа, где содержится Синцов. Думаю, что это будет очередным, но очень важным шагом на пути к решению важной проблемы, связанной не только с голодовкой Олега Синцова, но в целом с судьбой удерживаемых лиц на Украине и в России. Хочу напомнить, что Совет постоянно выступает за то, чтобы были освобождены и возвращены на родину все удерживаемые лица на Украине и в России, заявил глава президентского СПЧ. Синцов был приговорен судом РФ к 20-му годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, этим приговором к 10-му годам лишения свободы также был осужден сообщник Синцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Черни и Геннадий Афанасьев, ранее получили по 7 лет заключения. Продолжение следует...